Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии ведущий Александр Гурарье. После создания в Израиле, точнее не создания, а подписания коллекционного соглашения о создании правительства, которое будет самым большим в истории Израиля, которое сумело, так сказать, запрячь вала и трепетную лань, многие комментаторы говорят о том, что, ну, ребят, ну что делать, ну уж лучше такое правительство, чем вообще никакого, потому что, ну, нельзя уже больше терпеть. Мир в такой ситуации вспоминается, как в начале 90-х, когда было создано, может быть, в конце 80-х, не судите строго, в моем родном Питере было создано общество «Память», известное, так сказать, своими националистическими антисемейскими выходками, то тогда ходила такая шутка «Уж лучше склероз, чем такая память». Так вот, я обращаюсь к политтехнологу Давиду Идельмана. Давид, а действительно, может быть, лучше анархия, которая, как известно, мать порядка, чем такое правительство? Знаете, сегодня общее настроение примерно такое. Конечно, это правительство худшее из возможных, причем, что самое интересное, в этом соглашаются непримиримые противники, как справа, так и слева, так и сбоку. Это худшее правительство из возможных, но при этом, слушайте, мы же уже с ноября фактически 2018 года, без правительства вообще. И полтора года вообще без правительства. А тут еще и коронавирус нам глянул, коронавирус нам глянул к нашим прочим делам, которые у нас и так не были хороши. И вообще, вот когда Бенемин Натаньягу вводил карантин по поводу коронавируса, многие вспоминали фильмы операции И и другие приключения Шурика. Помните, там был склад, который был уже разграблен, и вот для того, чтобы скрыть ограбление, делается новое ограбление, да, такое вот погром на складе. У нас была экономика, которая была в страшном состоянии после маршакоклона, с его курсом чеков без покрытия, когда он просто разбазарил хозяйство страны. У нас была страшная экономика, и говорили, что тот, кто придет к этой экономике, не возрадуется на то, что он получит правительство. И тут к этому погрому, который был у нас на складе, разграблению. Делается настоящий погром с разбиванием всего с коронакризисом. Нужен ли он был такой строгость или нет, это другой вопрос. А теперь для того, чтобы продолжать бороться с коронавирусом и справляться с его последствиями, у нас создается самое большое и самое дорогостоящее в истории Израиля правительство, где будет 52 министра и замминистра. Позвольте добавить и самое неуправляемое. Да, 36 министров и 16 замминистров. Это правительство действительно самое худшее. Оно самое худшее с точки зрения политики, потому что оно абсолютно непонятно, какой курс у этого правительства будет. Там совершенно разные люди, которые жутко не доверяют друг другу. Все их соглашения, если мы посмотрим эти соглашения, которые у них есть, они в принципе строятся на постоянном недоверии и вопросе, как мы будем совать друг другу палки в колеса. Это абсолютно неуправляемое из-за того, что оно такое большое. Это юридически самое плохое, потому что, к этому, я думаю, мы еще вернемся, оно строится на персональных законах и на персональных изменениях законодательства, которые я вот сегодня говорил с несколькими юристами, в том числе с специалистами вопросом партийной юрисдикции, которые говорят, что это стопроцентно не пройдет экзамен богатства. Высшего суда справедливости. Да, высшего суда справедливости, высшего судебного органа Израиля, к которому обратятся по поводу кошерности того, что подписали Ганс и Натаньян. Позвольте, уже обратились. Уже обратились, но дальше будет рассмотрение. И с точки зрения экономики нам говорят, что мы сэкономили очень сильно, я, конечно, 52 министра и замминистра, но это тоже траты, просто чтобы было понятно, замминистра по тратам немного отличается от министра. Замминистру тоже полагается 5 помощников, тоже полагается прикрепленная машина, шофер, охрана, канцелярия и прочие-прочие вещи. Теперь 52 министра и замминистра, но каждый из них получил свою канцелярию помощников, которых устраивается не по конкурсу и которые сразу начинают получать не минимальную зарплату госслужащих, а по-моему зарплата работников канцелярии, она растет, но она не меньше 25% зарплаты гендиректора министерства и этого самого младшего из них, а их пятеро. Но как только они оказываются в такой ситуации, в канцелярии же нужно чем-то заниматься, а заниматься ей нужно выкладыванием бюджета по любому поводу. Поэтому вы хотите, чтобы я проголосовал, вы хотите, чтобы я где-то подписал, куда-то сходил, где-то выступил, киньте в бюджет, эти 52 канцелярии будут требовать бюджета с первого часа своего существования. То есть, собственно, не для этого и создаются эти канцелярии, для того, чтобы требовать и пилить бюджет, а какая еще цель у них? Ну как иначе, а вы хотите, чтобы я не работал, у меня вот, я замминистра, у меня пять помощников, шофер тут это, ну я же должен чем-то заниматься, а чем занимается замминистра, распределением денег туда или сюда. Теперь, кроме всего прочего, у нас же будет, извините, две канцелярии премьер-министров. Кто-нибудь приблизительно знает, сколько стоит содержание канцелярии премьер-министров? Учитывая вопрос... Мне попадались эти цифры, мне это напоминает теневой кабинет британского правительства, но вот теневой кабинет, он как бы существует чисто в тени и не финансируется дополнительно, а тут получается как бы не просто, а настоящий теневой кабинет. Нет, тут-то большое, фактически вторая резиденция премьер-министра по цене, которой она нам обойдется, это как минимум еще один выбор, как минимум, да? А просто по цене, которая будет стоить эта вещь, она очень дорогая. Теперь, при этом нам говорят, ну а лучше такое, плохое соглашение, чем четвертые выборы. Я прошу прощения, у нас проблема охота. Сегодня я беседовал с одним диктатором Эстер, он меня пошутил, когда мы беседовали, он не сказал, смотри. В Америке раньше была шутка, что когда ты смотришь на двух кандидатов в президенты, ты говоришь, что хорошо, что только один из них станет президентом, не оба сразу, да? Была такая шутка, что, по-моему, в 19 веке. Так вот, он говорит, а у нас так получилось, что оба станут, да? Оба возглавят страну. Теперь, что получается у нас? У нас, говорит, лучше такое соглашение, чем четвертые выборы до конца года. А у нас может быть и такое соглашение, и попытка создания такого мерзкого правительства, и четвертые выборы, потому что это соглашение может быть не одобрено богатством. Высшим задомом справедливости. Да. Или возникнут какие-то другие проволочки, которые могут возникнуть у нас, как мы знаем, в любой момент, по любому поводу. И тогда мы будем иметь и это соглашение, и выборы в конце года. А Натаньягу очень выгодно пойти на выборы из-под того, что богат не захочет его увидеть президентом. То есть получается, что если время немножечко потянут, если Высший суд справедливости это соглашение не утвердит, ну, кстати, не факт, ну не утвердит и что? Они что, сами возьмут и разбегутся, скажут, да, примем какой-нибудь закон, по которому богатство не может принимать это решение. Это первое. И тем самым, значит, мы получим четвертые выборы, и при этом все вот это вот правительство, которое вот они сейчас подписали, будет продолжать существовать или вернется по закону старое, которое действует вот на протяжении этих выборов? Непонятно. Это вопрос, кстати говоря, нерешенный. Скорее вернется старое, но может задействоваться и новое. А может случиться так, что будет уже существовать новое правительство, но оно некоторое количество времени будет под вопросом. И вот это правительство под вопросом, где будут сидеть люди, которые точно считают себя временщиками, хоть день-то наш, можете себе представить, что они на рулят. Нет, Давид, я не согласен. Я не согласен, что вы обижаете действующее правительство. Они тоже себя считают временщиками в промежутке между выборами. И то, как они рулят, ну вот возьмите одни там высказывания горячо любимого мною министра просвещения, Равина и бывшего вертолетчика, который каждый раз выдает такие перлы. Я просто как человек близкий к системе образования наблюдаю это регулярно. Да, то есть это просто хоть святых выносить, но он понимает, что ему это все, ну извините за такое слово, ну нафиг не нужно, понимаешь, ну временно человек пересиживает, ну не мечтал же он быть министром просвещения, это же смешно просто. Нет, так в том-то и дело, кстати говоря, новое правительство скорее всего сохранит свой дом. Это будет еще смешнее. Ну, если лицем он сохраняет, то почему ему не сохранить? А Мире Регев, как известно, тоже один из наших любимых министров, она идет на повышение, она идет возглавлять полицию, да? А шутка эта, что поскольку во время коронавируса был дефицит яиц, то решили о Мире Регев назначить министр полиции, да? Так вот, у нас, безусловно, это правительство, которое переходное правительство уже в течение полутора лет, и которое каждый, после каждых выборов, трех уже выборов, остается переходным, оно не просто это временчики, там еще очень интересная вещь. Посмотрите, там же назначена куча министров, потому что это правительство меньшинства, правящие меньшинства. И Натаньяго мог щедро одарить кучу депутатов, которые, ну, и министерские поступили не могут и в страшном сне претендовать, а наградить их, это пофере министра. А теперь у них ситуация очень интересная. А теперь портфелье надо отбирать, да? Это всегда очень болезненно. Человек, который уже был министром, у него совершенно непонятно, почему он не может продолжать. Но чем он хуже другого, который тоже был министром? Ты что, меня обижаешь? Да? А теперь еще интереснее. Смотрите, мы говорим 32, а 36 министров, 16 замминистра, так вот, 36 министров делятся между блоком охранцев, слово, левыми, то есть те, кто исходственный в Сраэль, те, которые перебежали от Буги, те, которые перебежали от... Правительства беженцев, это называется. Те, которые придут из-за воды, и всем правым блоком. Получается, что на весь правый блок 18 министров. Теперь, 18 министров, из них выбираем премьер, остается 17. 2-3 министра на ШАС, остается 14. Как минимум, 2 министра на партию Емина, правую партию, откуда ваш любимый министр образования. Они хотели 4, они очень недовольны, что именно 6 мандатов не дает 4. Выбираем 2, остается 12. Дальше, 1-2 от партии Агудат-Исраэль, и у нас остается 10. То есть на весь, на всю армию, на всю партию победителей, которые Рагбиби, которые победили, да, которые победили всех врагов, им осталось всего 10 портфелей. Да, на весь Ликут. Но это же обидно. Причем, это не 10, это 9. Потому что по квоте Ликута уже обещан министерский портфель Орли Леви. Он, правда, будет не очень важный. Про Орли Леви, если вы спросите, я сейчас отвечу, потому что это очень интересный феномен. Почему невыгодно предавать раньше времени. Но оказывается, что на всю партию Ликут, на все 36 депутатов, 9 министерских портфелей. Именно поэтому Бенемин Атанегу вынужден водить так много замминистров. Так много замминистров, чтобы и партию Емина куда-то усадить, и партию Ликут как-то обеспечить. Но теперь представьте себе, что если такой товарищ как Гидеон Сар, который одно из первых мест на прайминг, он вообще не получит министерского портфеля. Он будет молчать? Не, но он не получит министерство портфеля просто потому, что он имел неосторожность претендовать на лидерство в Ликуте. Там такого не забывают. Окей, но там не получит еще куча людей. А вспомните, пожалуйста. Хорошо, Давид, секундочку. Ну хорошо, но не получит. Да, они обижены, они будут там бухтеть в сторонке. Да, ну что они сделают? Революцию в Ликуте? Нет, революцию надо было делать до выборов. А сейчас-то что? Они могут, допустим, встретиться с каким-нибудь Аликтором, Аликтором и Иваном, и сказать, так вот смотри, тут есть такая правая инициатива, которую мы поддержим, а Евросоюз нет. Давай проголосуем. А пусть правительство будет в ситуации левых паникеров и так далее. Почему они так не могут делать? И А, Либерману хорошо, и им хорошо. А правительство плохо. Они могут голосовать по самым разным вещам вместе с оппозицией, что ты не делаешь. То есть дай-ка я попытаюсь перевести на понятный русский язык. То есть у нас самое большое в истории страны правительство, в которое набрали, извините за такое слово, это мое оценочное мнение, набрали с миру по нитке. То есть весь такой вот, ну не хочется употреблять слово сброд, но очевидно по-другому не скажешь. Собрали это все в кучу. Понятно, что это правительство будет самое дорогое. Понятно, что это правительство будет неэффективно в условиях того, что страна заходит в глубочайший экономический кризис, точнее заходит вся мировая экономика, но и наша страна не в стороне, а тоже заходит. И в этой ситуации, в этом правительстве еще будет появляться некий ржавый тормоз на пути к коммунизму, который будет потихонечку вставлять внутри коалиции палки в колеса, потому что их обидели и мимо носа пронесли чачу и алычу. Да, но оказывается, что при таком, такое большое правительство создают наибольшее количество недовольных. Это парадокс. Теперь, если вы позволите, я все-таки поговорю о любимой девушке Орлия Леви Абукасисис. Так. Бывшей королеве красоты, кто она там, манекенщица была, то есть, ну... Она была манекенщицей, она была королевой, ее называли оральной рекламой. Знаете, что такое оральная реклама? Это когда девушка в кадре, допустим, смачно поедает мороженое или шоколад. Вот она открывает, она развертывает, вот такой батончик... Нет, ну готовый министр, тут не о чем говорить, не о чем спорить, да. Она немедленно его усовывает в рот и так далее. Обсасывает, облизывает. Ночью, это вот оральная реклама. Она была королевой оральной рекламы. Потом она еще как-то получила адвокатский диплом или что-то такое. А потом вдруг у Либермана была Блаш в 2009 году. Он решил присоединить к себе кучу ликудовских принцев. И он взял дочь марокканского символа ликуда Давида Леви к себе вот в качестве депутата. И так же произошло с ней следующее. Ну, окей. Он в это время взял вообще... Он получил 15 мандатов в 2009 году. И когда человек получает 15 мандатов, все удивляются, ну, то есть гораздо больше, чем ожидалось прежде, то все удивляются странности его списка. Так вот. У него 15 мандатов там. Кто-то обращал внимание на Анастасию Михаэле. Кто-то на кого-то другого. Ну, у него были такие яркие... Да, нам веселая компания была, да. Веселая компания. Никого не хочу оскорбить. Все прекрасные люди. А дальше Орли Леви вдруг стала для NBA очень интересной. Она вдруг стала такой вот любимицей левой прессы. Она типа социально выраженная. И она вот такая близкая к социальным проблемам, говорящей к социальной теме. Непонятная правда, я у многих людей, сторонников Орли Леви спрашивал, скажите мне, пожалуйста, хотя бы одну заслугу Орли Леви за 11 лет сидения в Кинессете. Хотя бы одно социальное продвижение. Одно! За 11 лет! Никто мне не назвал ни одного. Но! Она вдруг стала социальной. Теперь. Перед выборами в 2015 году у Ливермана вдруг возникло желание, чтобы за него голосовали все-таки больше изолитян. И он делал ошибочный шаг. Он поставил Орли Леви вторым номером. Ну, он его распределительная комиссия. Мы знаем, как это работает в Пантинбире. И когда он у него поставил вторым номером, она решила, что она действительно вторая. И потом, когда в 2016 году они входили в правительство Натаньягу, то девушка решила, что она должна быть министром абсордации. Если она второй номер, то она разбирается в абсордации лучше, чем Софа Лангер, в которой нет второй номера. Правда? И она... Почему Софа Лангер говорит? Она должна быть министром абсордации. Все попытки ее убедить, что, ну, Орли успокойся, ты получишь что-нибудь потом. Не сработали. Она взяла и бросила Либерману. То есть, ну, явно предала. Дело такое... Бросила или кинула, Давид? Кинула гораздо лучше. Ну, кинула в самом немерзком. Слово именно просто из-за кресла. И это было... Многие тогда, честно говоря, это выразили злораз, я тоже. Нет. Если Либерман берет все такие кадры, то он должен не удивляться, что они так себя ведут. Кстати говоря, потом с Либерманом произошло интересное изменение. Вот он много лет подряд пытался угодить израильтянам и приманить их колосса. Но апрельский выбор с 2019 года он оказался в отчаянном положении, когда он боролся за прохождение электорального барьера. И тут, вот, от безвыходности они стали гораздо более русской партией, русской кавычки, понятно, чем были всегда. И когда они стали гораздо более русской партией... Они набрали, наконец, нормальную команду. Они набрали, наконец, нормальную команду. И более того, оказалось, что то, что нужно русским... Опять кавычка. Это нужно их потенциальному израильскому электорату. Они смогли получать израильские голоса в тот момент, когда они стали по-настоящему русской партией. Это парадокс НДИ. Этого никто не ожидал, включая самого Либермана. Так вот, от Соли Либерманом произошло дальше. На выборах она пошла самостоятельно. Понятное дело, что она не взяла даже половины от прохождения электорального барьера. Но она все-таки сдала. И вот как, опять-таки, социально близкую... Знаете, вот это... В Советском Союзе уголовников называли социально близкими. Как социально близкие. И ее взял в свою партию. Амир Перец присоединил ее в партию АВДА. И вот этот вот прыжок из партии НДИ крайне правой. Партия АВДА крайне левая. Опять-таки, Камиру Переца, который считается крайне левым даже... Я только говорю лишний раз о том, что во всех этих перетасовках и перетрубациях идеологии даже близко нет. То есть, никто даже такого слова, наверное, не понимает. Что оно значит? Более того, значит, это было объединение именно по общинному признаку. Марокканец Амир Перец берет себе евроканку. Орл-Левит. Там... И это у нас в последние годы произошла подмена. У нас слово социальное обозначает ориентированное на сефардов и на выгодцев из Марокко. Вот, поскольку они оба бедные, несчастные, они выходцы из Марокко, понимаете, она бедная и несчастная. Она бедная и несчастная, именно поэтому она решила Амира Переца тоже кинуть. Да, она родилась в семье министров иностранных дел. Несчастнейшая, беднейшая девочка. А Амир Перец уже там более сорока лет занимает посты... Куда? Более сорока лет. Посты мэра, министра, депутата. Он тоже до сих пор... Шефа профсоюзов ты забыл. Да, шефа профсоюза, министра обороны он был. Дважды глава партии АВДА. Он тоже бедный мальчик, потому что он из Марокко. Его должны жалеть. Он поэтому социально ориентированный. И они объединили эту команду. А дальше Орли Леви пошла на блок с партией Мэрес. От НДИ до Мэреса? Ну как только закончились выборы, она, которая до выборов кричала, что никогда не пойдет правительство во главе с преступником, обвиненным в преступлениях, Беннимину Натаньякову, которая говорила об этом во всех студиях за день до выборов, тут же, сразу же после объявления этого выборов, было объявлено, что с ней ведут переговоры. Ну, а Амир Перец, который сбрил усы, и во всех, так сказать, студиях, на всех телеканалах говорил, что я сбрил усы для того, чтобы вы следите за артикуляцией, я никогда не зайду в правительство с преступником Натаньяо. Да, но усы снова обратно растут как. А, знаете, как это в определенной руке было? Зачем дурить усы сбрил, да? Вот, это ровно об этом. Зачем дурить бил усы? Усы отрастут снова. Но, вот очень интересный феномен израильской политики. Знаете, когда Толерант, министр иностранных дел у Наполеона, имбирантор Наполеона, сказал, что вовремя предать, это не предать, а предвидеть. В израильской политике предать преждевременно, это снизить себе цену. Ну, допустим, в Коколь-Лаван было два эфиопских депутата. Один из них Кадди Ибаркян. Это тот, который на прошлой инаугурации маме ножки целовал, да? Так, он взял и перед этими третьими выборами перебежал к Натаньягу, заняв 20-е место. А и поторопился. А вот эта эфиопка Нина, там, я помню, не помню фамилию, но она перебежала сейчас. И выяснилось, что он, который перебежал преждевременно, не получит министра. А она, который перебежал сейчас, она будет министром в Солнце. Теперь. Ну, да, он там что-нибудь получит, я не верю. Ну, получит что-нибудь, ну, ну, какой-нибудь паршивый замминистра. Нет, я даже, что даже комиссию не дадут ему. А теперь, что касается, это, там, Оль Леви, она, перебежавшая сейчас, перебежавшая сразу же после выборов, до того, как перебежала министр, она не получит серьезный министр, типа, пожалеете ее. Если бы она перебежала с Амиром Торресом, то она бы имела серьезный весовой конспект, который отобрали себе представители блока Кахун-Лаванны. Да, но она, смотри, ее можно понять. Это не зря вы на девушку так наезжаете. Ее можно понять. Она боялась, что вот она пока будет сидеть, они возьмут и перебегут без нее. И она останется с носом. Так что тут все нормально. Тут каждый следит за руками своих партнеров по коалиции и боится, что в любой момент его предадут. То есть все нормально в этом плане. — Придержала, моргнула первым, перебежала первым и, что называется, прошедила. А последнее, что я хочу сказать. — Да, наше время подходит к концу. — Вы помните, Саша, нам, Дени Минута, на протяжении трех выборов обещал пенсии. Да? Помните? А еще обещали кучу-кучу ништяков. — Да ведь мне очень стыдно, но я не берусь вспоминать все, что нам обещали перед выборами. Но это просто... — Порее того, нам ведь то же самое, то же самое обещал этого личного. Помните? Помните? А теперь я все-таки ознакомился с огромным 39-страничным, по-моему, документом соглашения, прочитал внимательно. там есть куча о юридических проблемах, о разборках между Гансом и Бибией, о многих других делах. Там нету ни слова. — Ну что вы, барин, прямо? Ну какие пенсии? Вы о чем вообще? — Вообще... — Не, ну это как раз нормально, чему-то появляется. — Я в абсурдции. О проблемах этого сектора, которому столько вклялись в любви и Ганс, и Натаниягов, там нет ни слова. — Подожди, а где же эта самая мать Терезы, защитница Алии, которая тоже бегала-бегала и перебежала, наконец, в Ликут? Я имею в виду Тали Плосков, которая, так сказать, торговала лицом во время всей предвыборной кампании, обвиняла всех там депутатов, как тебе не стыдно там такой-то, такой-то, и что-то сейчас вот ее не слышно как-то. — Да, она же тоже обещала там улучшение проблем. — Да, у Латой и Города. — Ее тоже надо пожалеть, ее тоже надо пожалеть. — Да мы всем жалеем, я сейчас просто расплачусь. Давид, не могу больше, не могу, я сейчас расплачусь прямо в студии, поэтому, к сожалению, мы должны закругляться. Спасибо большое, мы беседовали с политтехнологом Давидом Эдельманом. Дорогие друзья, постарайтесь не плакать, я понимаю, что их надо пожалеть, но все-таки важнее это здоровье, поэтому будьте здоровы, всего доброго.